еще раз извините что тут все это настраивается доброго здоровьица тема оздоровления очень конечно правильное нужное касается каждого человека то есть если объединять нацию по какому-то там признаку то это лучше всего не по партиям а по здоровью всем надо здоровья и президентам и пенсионерам и работающим людям да вот тематика была заявлена вот что касается потихонечку начинаю так излагать вот сердце ну сердце прежде всего оно любит радость и можно самое различное да я немножко перескочу я хочу вам следующее сказать что лично я стараюсь стараюсь использовать такие методы которые знаете не требуют каких-то вложений куда-то там идти что-то еще специально готовится и так далее чтобы это не было напряжным если какой-то метод оздоровления будет напряжным требует от вас чего-то такого как правило ради любопытства человек его опробует а потом благополучно и забросит так вот теперь вернемся к сердцу значит конечно различные лекарства есть это все это хорошо и надо а что сам человек может применять вот как правило люди которые болеют там сердечно-сосудистыми заболеваниями у них нету радости в жизни когда у человека нету радости в жизни то естественно его сердце почему там она вот сокращается не так как надо что такое радость вот радость это скажем так лампочка горит там 100 ватт вот она горит напряжение понизили и она стала примерно там гореть хуже то есть вместо 100 ватт которые должны быть подается там 80 ватт она так горит ну это и наконец таки когда напряжение допустим наоборот повысили вместо 100 ватт дают 120 ватт она ярче светит так вот смотрите в обычной жизни вот допустим я перед вами это как 100 ваттная лампочка но когда какое-то изместе еще что-то сразу же понижается энергетика это очень важно понимать понижается энергетика и человек начинает уже не как 100 ватт светит она 80 а если у него еще больше он на 60 ватт светит он будет здоровым нет он не будет здоровым у него все процессы замедляются естественно все это отражается и на сердце а вот когда радость это сразу так а по прибавились 10 ватт 20 ватт все радостно все тут бьется все нормально все отлично работает поэтому первое простое как бы сказать условия и рекомендация это научиться вызывать радость у себя и вот здесь как раз до меня был специалист по вот по словам по звукам легче всего вот эту радость вызвать с помощью какой-то песни какого-то настроек ну вот у меня самые различные там настроек если так сам их там придумал вот самый такой простой сразу для всех зрителей вот такое просто стихотворение пусть вам мечтаются красивые идеи вы сразу красоте не подключаетесь это очень важно пусть мысли исцеления окружат вы уже притянули нечто благое которое начинает вас оздоравливать и так пусть вам мечтаются красивые идеи пусть мысли исцеления окружат пусть будут в вашем сердце пусть стремление которое до бога налетят и пусть от них сгорает скверно счастливей сложится судьба пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь навсегда вы уже создали как бы сказать такие предпосылки чтобы окружить себя неким благом как мы думаем как мы говорим так мы и себя как бы сказать вот такая вещь есть как экология так вот вот экология человека это прежде всего его ум мысли слова но естественно поступки все он окружил себя благом пусть там хоть там денег там не хватает или еще чего-то но тем не менее он научился жить вот в этой радости достаточно и он уже здоров и вы все знаете есть люди ну как бы сказать вместе с ними жили а один там стал болеть и уже в нашем возрасте он уже может быть и умереть а другой там как-то это само он живет и живет себе в чем вот разница вот вот я задумывался над этим а оказывается вот помимо прочих там условий вот основное это наша значит радость и от радости наши сердце расцветает она любит радость сосуды дальше у нас сосуды тоже любят радость от разного рода этих самых забот особенно тут вот там коммуналку повышают что-то еще там повышает это ли еще вот эти все эти заботы они давят на нас и человек вот в этих вот мыслях он как бы сказать начинает сам вот так вот прессоваться это отражается на сосудах вот почему оказывается гипертония она принимает вот размах ну буквально таки эпидемии потому что человек переживает то или иное отрицательное какое-то состояние а сосуды имеют свойство эта трубочка внутри которой не только стеночка но еще есть мышечный слой и вот этот мышечный слой от наших первую очередь мысли и переживаний он имеет тенденцию либо сжаться либо расслабиться если радость расслабляемся как бы расцветаем если заботы какие-то страхи особенно страхи там переживали только опа сжались и вот представьте сосуды у нас на периферии сжались и вот эта кровь которая должна там сколько ну примерно 6 там у нас литров 8 литров распределена быть по организму равномерно теперь в это самое выжата из сосудов ног из сосудов рук из сосуда вот этих и она вы вынуждена ходить только по центру тела раз она ходит по центру тела значит что получается там ее слишком много и поэтому вот это все надо протолкнуть начинается подъем давления начинается износ сердца видите как он все это связано вот эти все наши эмоции наше настроение завязано на сердечно-сосудистой системы и на сердце то есть вот ну как бы сказать вот я вообще-то вот так вот говорю и кажется что это легко на самом деле не так-то это легко достигнуть радостного состояния но этого можно этому надо учиться встали ага поблагодарили создатели о да я еще живу особенно в нашем возрасте когда человек уже там за 50-60 лет и старше он уже радуется не тому что он там съел там допустим там колбаски там с чем-то а он радуется уже больше тому что он проснулся еще живой это я помню я помню отец мне говорил в нашем возрасте ему как раз там за 80 было проснулся и хорошо вот ты ты там живой то есть вот этим простым радостом научиться регулярно вот это должна быть у вас в сознании и вы ее стараетесь постоянно как бы сказать вот делать почему еще люди любят какие-то знаете передачи юмористические и такие непроблемные потому что они просматривая их отключаются отключаются и вот это ведет к тому что у них начинает лучше работать организм далее вот как раз предыдущий специалист рассказывал про песни вот это очень интересная вещь песни это и эмоции раз та или иная эмоция да и это вибрация оказывается мы с вами представляем собой кусочек мяса по которому текут жидкости эти жидкости где-то могут остановиться где-то у нас может спазм еще что-то такое а когда человек затянет там песню любимую какую-то эй мороз мороз не морозь меня да все завибрировало вот эти вот вибрации они начинают это знаете вот массаж надо там и денежки заплатить вот но это грубо а вот эти вибрации они как раз воздействуют на уровень клеточек на уровень межклеточной жидкости улучшают значит отток у нас лимфы отход различных вот этих вот соплей которые у нас тут знаете проснемся тогда от кашляемся помните жириновский там начинает вот это то есть этот человек уже переполнен слизью и когда он говорит вот это вся слизь которая имелась в легких потихонечку начинает вот это вот выходить и вот это вот получается вот такие вещи то есть петь очень 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 хорошо ну есть слух нету слуха вы для себя пойте и чем как бы сказать вот эмоциональней окраска у вас будет в вашей песне тем значит это более лучше будет для сердца далее вы знаете какая интересная вещь получается вот это то что для организма вообще для организма свойственны два положения тела в которых наш организм хорошо работает вот я вроде бы думаю тут посижу но вот смотрите я сел что у меня получается когда человек сидит в первую очередь уже здесь пережимаются сосудики и кровь у нас венозная от ног уже идет с затруднением у кого больше у кого меньше кто в офисе работает кто за рулем слишком много времени проводит уже начинается проблем с этими там свинками а естественно если они тут начинаются с сосудами они будут и на сердце влиять нету достаточного оттока крови к сердцу то есть ненормально вот поэтому положение стоя но не стоять потому что когда человек стоит у него тоже застой а вот такая вот неспешная ходьба кстати женщина каблуки надо это не более четырех сантиметров потому что у нас здесь клапаны расположены которые знаете вот так человек стал мышца сжалась и выдавила кровь клапан венозный закрылся новый шаг опять она поднимается за счет этого если стоим этого нету начинается там потихонечку отеки опять таки сердце не дополучая нужной венозной крови начинает работать не так как положено то есть положение легкой такой вот ходьбы ну примерно как я сейчас хожу ну желательно и прогулочный шаг вот и лежа сидя там такое сякое не идет это все таки не естественно для организма человека раньше вообще если взять древних людей они там ходили не было ни стулья ничего там где-то немножко посидели где-то там полежали и если взять долгожители у которых здоровое сердце прекрасные сосуды как правило супер долгожители которые прожили там где-то 150 лет как шарли муслимов 168 лет и другие это пастухи что пастухи делают он неспешно придет за своим стадом постоянно давая нагрузку на всю кровеносную систему нигде нету застоя и тренируя сердце и вот я каждый день это уже вот ее можно сказать теорию рассказал что я делаю я каждый день первым делом когда встаю там немножечко там это так сяк и иду на прогулку я хожу час при этом я учитываю не километраж а вот время час хочется я быстро иду хочется я медленно иду но получается так как надо я как раз прокачиваю кровь через свою кровеносную систему чтобы не заставилась лимфа лимфа у нас движется еще меньше и еще больше требуется вот именно мышечных усилий то есть если кровь там делает оборот по телу я так уже цифры не помню но примерно там за минуту лимфа его делает этот часов за 6 если не больше вот и вот это просто рекомендация просто-напросто ходить гуляя хочется больше хочется меньше смотришь на природу хорошее такое настроение я чувствую как на съемку так знаете когда стоят бьют эти самые софиты в лицо ничего там не видишь и говоришь туда так вот вот это как раз прогулочка ежедневно я горжусь тем что я ежедневно хожу в любую погоду некоторые говорят а что ты там не бегишь да дай бог ходить регулярно потому что человек знаете какие ошибки это он вот дал большую нагрузку побежал это позанимался потом у него все разболелось и он все это забросил а важно вот регулярность и когда такая регулярность есть отлично далее вот мы сейчас плавно перейдем к суставам суставы любят движение они любят движение почему я сам совсем недавно узнал такую особенность вот человек проснулся у нас сустав это одна кость другая кость заполненная межсуставной жидкостью так вот когда человек не движется ну допустим лег спать вот это количество этой жидкости у него уменьшается организм это такая у нас система которая чутко реагирует ага надо там что-то больше она вырабатывает больше не надо значит она вообще не будет вырабатывать это особенно хорошо видно на космонавтов они полетели в космос там невесомость там мышцы не нужны и они сразу же буквально так и за три месяца там они атрофируются настолько что через три тире примерно шесть месяцев человек уже может и не встать оттуда вернувшись настолько растренированы нечто подобное происходит из-за того что мы постоянно сидим нету ни жидкости здесь в коленных суставах ничего начинают уже суставные поверхности друг от друга тереться естественно начинается из нос а когда мы хоть немножечко так ходим у нас совсем другое дело и теперь вернемся вернее подойдем к спине это ж позвоночник это такая система на сплошных суставах межпожароночных дисков и вот если там вот такие вот упражнения еще знаете там как-то влияет там на работу там этих немножко дисков мышц то между позвонками находятся вот эти диски межпозвоночные массаж там сиденье какие-то даже силовые упражнения именно на на межпозвоночные диски не влияют или влияет не так как мы думаем потому что они работают как амортизатор он растянулся и за счет этого межпозвоночный диск начинает насасывать жидкость себя и питается и теперь смотрите если я провожу вроде бы как нормально много времени сидя вот я сел межпозвоночные диски сжались под действием тяжести и все питание особо нету никакого и не начинают потихонечку они получают питание и нагрузки значит разрушаться там истончаться а как только есть нагружечка кстати вот кто как раз чихает это у него такой легочный горловой звук или там имеется слизь вот придете там и регулярно начните петь и вот это вот все у вас начнется лучше отходить потому что различные вот лекарства знаете типа ментол или еще что-то такое для того чтобы разжижить слизь ее лучше вывести а вы можете значит вот с помощью пени хотите очищать свои легкие и бронхи это так раз сразу рекомендации человек вот таким образом значит простым актом действием ходьбы я тренирую межпозвоночные диски и тем самым сохраняя здоровье своей спины легко просто и естественно нежели знаете что то там надо делать или еще там то это так вот то есть все становится укрепляется на место вот далее это то что я вот рассказываю и я вот вижу есть скандинавская ходьба люди идут с палками возможно когда скользко и надо палки брать но я придумал другую ходьбу и назвал ее казачий ход вы берете такой круглый диспансер сжимается и кармашку положили вышли на прогулку взяли в руки в одну и другую идете вот сжимаете раз сжали там раз сжали значит смотрите оказывается если у нас более менее сильная кисть это же отражается и на состоянии сердца сильная кисть и сердце будет сильным и тем самым вы еще не только вот если палку там вот так вот просто ставишь как то мышцы не так работают а когда вы еще вот такое упражнение делаете вы еще лучше тренируете немножко свои руки мышцы рук и прокачиваете кровь по рукам вот что интересно во время скандинавской ходьбы просто такой этого не происходит а тут происходит тем самым опять таки вы тренируете свою сердечно-сосудистую систему то есть это пока вот такие простые вещи которые заменят огромное количество лекарства если человек принимая лекарств а думать что лекарства все за него сделает то есть лекарства сделают за то что уберет естественный образ жизни и прочее 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 значит толку будет мало нервная система если мы берем нервную систему это возвращаемся к теме эмоций это спокойствие 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 уверенность я когда иду у меня такой этот настрой значит следующие слова уверенность спокойствие сила красота богатство уверенность поражает спокойствие спокойствие порождает силу сила порождает красоту и все вместе дают человеку богатство богатство то есть это и здоровье и прочее прочее там процветание вот так вот как раз себя еще так настроил и пошел вот любые события которые к нам приносит жизнь человек идет там а там ну будем говорить там кто-то может на ногу наступить там где-нибудь или там какое-то оскорбление все это надо воспринимать или более другие какие-то важные вещи там какой-то разговор с детьми с женой или там с мужем с родителями с друзьями которые там где-то не не понравятся надо воспринимать а чему они хотят вас научить если человек на этом вспыхивает сразу о не хочу ты такой сякой так далее значит это как раз вот эти вот это событие затронула затронула изъян в его духовной жизни то есть у него имеется некий изъян который вот так вот реагирует тем самым когда человек сразу что такое у него что происходит и сердце начинает быстрее биться и мышцы напрягаются и давление поднимается а когда он так это разумно относится к этому ну естественно есть какие-то резкие там ситуация где надо действовать а если сами знаете так вот бытовая ситуация которая вас там раздражает а вот почему она раздражает вот это вот вдуматься в это дело и когда только начинаешь вдумываться и думаешь что это это мол ситуация плохая нет это имеется в тебе и как только ты меняешь свое отношение к этой ситуации вот как раз твоя нервная система и начинает становиться спокойная нервная система смотрите что у нас происходит вот цепочка вот так называемое психосоматическое заболевание которое влияет в первую очередь на сердце сердце сразу реагирует далее на сосуды потом выделяется там гормоны еще как бы продолжение все это это следующее значит сначала это мысль с мысленного урона там о страж о о о о о о о что я буду делать куда бежать с мысленного уровня это передается на нервную систему то есть нервная система вот уже начинает мысли готовить куда бежать что там делать вот нервная система подготавливает уже мышцы то есть напрягает их сокращает далее выбрасываются дополнительно значит какие-то вещества которые будут это это состояние поддерживать вот это самое как бы сказать нормальная вообще реакция но можно так сказать это самое плохое то что вы получил известие вот так вот сжавшись и вот эти вот те вещества которые выделились не вы сразу не отпустились чтобы а да да они продолжают действовать и действуют не минуту не десять а могут час два и так далее и мы находимся в подмеренном состоянии и вот смотрите полечили человека от гипертонии все нормально все хорошо только раз какое-то известие там читает вот ой и у него опять этот механизм запустился известие дало значит импульс на нервную систему нервная система опять сжала мышцы мышцы сужили просвет и пошло 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 сердцу надо больше качать она начинает изнашиваться начинается там головные боли и и все последствия которые есть а если вы это все понимаете и работая над собой совсем по-другому начинаете относиться у вас вот эта гипертония пройдет без всяких лекарств и когда там исследовали врачи вот современная медицина как там эта гипертония возникает потому что там несколько стадий гипертонии есть и и все завязано на тонусе сосудов на тонусе мышц сначала он незаметен а потом все больше больше то есть вот эти все эмоции буквально таки с детства начиная с юности они уже подготавливают ваш организм гипертонии а как только вы их убираете то начинает совсем по-другому организм работать и гипертония исчезла само собой произвольно вот то есть мы поговорим сейчас о таких простых вещах для сердца нервной системы для этих сосудов и суставов чтобы дальше двигаться есть конечно рекомендации смотрите по питанию питание вот многие говорят я столкнулся с тем я так выпью ничего и знаете вот опять таки совет ну я люблю читать различные там целители рассказывают как там чё там как воду пить и вот оказывается взял допустим стаканчик или бутылку воды вы мысленно мысленно этой воде говорите я пью тебя с любовью и благодарностью и это для вас становится самой целебной водой значит изучая вот смотрите изучая теперь мы несколько углубимся вот процесс там опять-таки работы сердца работы там сосудов движение крови изучая воду научились фотографировать кристаллы воды вот сфотографировали там что-то там у них такое получается и при этом следующее вот если сказано такое-то там слово ну допустим ругательное кристалл воды смотрит он какой-то некрасивый получается а заинтересовались начали отбирать какие кристаллы воды которые в нас движутся то есть мы можем себя разрушать на уровне воды представляете то есть если человек живет постоянно в негативе материться или еще что-то такое он вот эти вот все кристаллы воды свои делает не такими нужными для жизни обеспечения организма то есть они не совсем работают так как как надо а вот когда человек значит исследовал влияние слова на воду говорить как это значит любовь дружба вот при слове любовь самые хорошие кристаллы образуются красивые я не знаю может кто его там видел там как раз их фотографировали выставляли там это исследование японского ученого то есть при слове любовь при слове благодарность тоже получается такая такой красивый кристалл виде снежинки они интересны как только говорили там вообще даже и не важно даже сказать а просто под воду подложили фотографию там даже не фотографию а просто на просто листок бумаги на который там был написан гитлер и вода это стало совсем такая вот это кристаллы непонятно они даже и не кристаллизируются так вот что касается значит питание опять-таки приема жидкости вот многие говорят сколько надо принимать жидкости для того чтобы наш организм работал существуют разные рекомендации я лично склонен руководствоваться чувством жажда есть жажда пьем но как бы сказать для некоторых это не убедительно и тогда выступает рекомендация ученых пить на один килограмм собственного веса 20 грамм воды если человек как бы моложе там 20 лет помните дети они не едят они все прибежали пьют у них больше воды в организме им можно где-то уже грамм 25 там пить но они сами знают у них еще не извращено чувство жажды и что-то они все нормально там пьют вот а пожилым уже пожилым уже как-то у них количество воды меньше уже можно и несколько и поменьше там пить этой там воды вот ориентируется но в основном вот такая рекомендация что эта рекомендация позволяет делать ну она позволяет значит в первую очередь естественно делать так чтобы у нас кровь была текучая чтобы чтобы все это там двигалось потому что если жидкости недостаточно то происходит сгущение крови то есть вот эти красные кровяные тельца и в малом объеме одно дело допустим 100 красных кровяных телец там в стакане воды да это одна вязкость крови а другое дело в пол стакана воды разница есть то есть какой-то более-менее поддерживает такой балансик то есть питьевой режим соблюдать более-менее так для себя и смотрите дальше вот если возвращаться к питанию для сердца очень полезны такие вот углеводы которые находятся в абрикосах особенно вот эти вот сушеные абрикосы вы их много не надо съедать но желательно регулярно вы эти абрикосики сушеные где-то 2-3 но регулярно в день съедаете и нормально потому что если их съедать больше возникает газообразование организм не успевает их усвоить начинается там бактериальное разложение ну каука и особенно если их неправильно принимать то есть если их допустим вот вы покушали там первое второе а потом абрикосы все у вас будет в желудке кишечнике разнообразование как говорится 100 процентов а если вы это примете до еды они пройдут усвоиться и сделают полезную работу и при этом все у вас будет нормально то есть тут вот на раздельное питание надо обращать некоторое внимание особенно те люди которые страдают вот газообразованием непонятно что если есть что то у него газообразование а тут простое объяснение всему этому есть далее значит это за сердце углеводы вот с калием естественно это абрикосы и им что-то там подобное там допустим персики могут быть даже сушеные яблоки могут там сушеные гороши но лучше всего вот замечено что действуют это абрикосы потом вопрос такой вот а где взять витамины да витамины такие чтобы это были витамины настоящие витамины чтобы это были естественные витамины рабочие витамины ну желательно поменьше заплатить за это вот я на эту тему много-много думал 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 и вот смотрите что там оказывается оказывается некоторые витамины но это хорошие которые миссии не синтетически вырабатывается допустим из тех же овощей там и фруктов там еще это вот с путем там смущение я же для себя предложил делать и нашел как делать это блюдо из проросшей пшеницы первое я научился проращивать так как я мужчина хоть и дева по гороскопу но это я не люблю там копаться с это мы там еще что-то там такое мочить переворачивать я научился проращивать легко и просто сразу много пшеницы буквально за два дня я проращиваю там сколько там не надо могу килограмм прорастить могу два килограмма прорастить просто мне это не надо далее я кладу это все холодильник холодильник но не в морозилку там процесс прорастания потихонечку значит он еще идет и я беру горсточку пшеницы жевать тоже неохотно я в блендер заливаю стаканчиком кефира туда добавляю как сладкоежка чайную ложечку меда все это перемалываю у меня получается такой коктейли как там по-новому называется смузи и просто-напросто выпиваю отлично витамины группы b кстати из зародышей проросшей пшеницы делают лекарства виардо для поднятия потенции вот то есть там есть жизнь там есть фактор роста который вот этот движет росток как раз крахмалы которые там есть под действием ферментов превращается в солодовый сахар это становится уже сладкий такой продукт сладковатый нам не надо будет его переваривать с позиции крахмала до углевода все мы его с углевода уже начинаем переваривать видите как облегчается значит что вот я сошлюсь на я сам много и постоянно ем вот так вот сошлюсь на опыт человека который у которого было следующее где-то примерно лет примерно в сорок у него возникло такое заболевание как отслоение сетчатки глаза вот и так и сяк он там пробовал различные варианты ну толком это что-то не не мне не помогало и тогда вот один врач вот есть продвинутый врачи я там в каком-то английском журнале вычитал что прошла пшеница вот едет на зрение ну попробуйте и он эту пшеницу вот как зарядил тогда сорока лет и там уже что он говорит сетчатка конечно не приросла она стала осталась на том месте как и была то есть процесс не пошел дальше зато значит стул отличный волосы растут ногти растут полон сил то есть вот эти вот витамины группы В которые там содержатся и А и Е в проросшие пшеницы и это натуральное и это естественно они сразу же начинают действовать на наш организм и в том числе на на наше сердечко на наши сосуды тем самым мы чувствуем себя намного лучше лучше кстати вот когда мы говорим о сердце и сосудах и суставах мы вот все говорим давайте вот лечить вот это вот только то что я перечислил но оказывается если у нас плохо работает толстый кишечник то есть стул у нас нерегулярный то именно запоры сильнейшим образом влияет на состояние сердца сосудов и суставов то что смотрите должно вывеситься естественный петок через толстый кишечник вот так только раз и вывелось вот кто-то там кашлял это для вас задумайтесь смотрите что я сейчас скажу и вывелось да естественно и просто если же оно у вас остается день два три или даже больше а куда она девается оно всасывается в кровь и начинает по всему организму через наши сосуды через нашу кровь циркулировать по организму тем самым нарушая его работу а выделяется вот эти вот все вещества через легкие и кожу и у человека у которого имеются запоры как правило повышенное слизообразование то есть предпосылка к бронхо-юлочным заболеваниям идет от запора также портится там у нас и сосуды также портится и сердце и это источник для того чтобы на всем этом еще размножалась там вредные микробы то есть случилось мы сразу это простываем температура там и тогда да и плохо пахнет еще на коже могут угри и прищипывать видите что это и мы думаем что вот сердце будем лечить буду сосуду лечить буду суставы лечить а а что что будешь лечить если у тебя запоры кстати и запоры запоры они бывают разные у молодых людей эти запоры связаны они называются сейчас если вспомню я скажу они зависит от эмоциональной опять-таки работы человеческого сознания а именно опять таки я для себя рассматриваю что там у нас за толстый кишечник в толстом кишечнике есть клапана один клапан другой клапан и так далее они постоянно там что-то знаете как как вот на гармошке что-то играешь то это самое жалко расслабился жалко расслабился как только эмоциональная у нас нестабильность особенно страх что-то мы там испугались запереживали вот эти клапана только чук 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 и позакрывались самое плохо вот вы уже возможно на себе практически все почувствовали самое плохо это спазм вот в спине там спазм возник и пока он расслабится боль вот эти вот спазмы происходят и в сосудах и в кишечнике вот спазм и не расслабишь его а не расслабишь здесь жалость не пропускает и когда фотографировали на рентгене толстые кишечники человека страдающего с напорами то получалось что где-то знаете тонюсенькая вот вот там кишка толстая например вот такого диаметра да у нас у всех то она вот как пальчик настолько сжалась по своей протяженности а в одном месте где это она расширилась вот такой значит как какой-то мешок получился то есть застоя этого всего где-то начинаются свои эти процессы и так далее и так далее все естественно это всасываясь в круг и перекачиваясь через наше сердечко его портит поэтому поэтому на питание надо обращать большое внимание и как раз когда человек а а а почему а этот самый вот мы сейчас цепочку эту выстраиваем сердце и толстый кишечник а почему толстый кишечник не работает оказывается для того чтобы нормально работал ему нужны и эти самые волокна пищевые ему нужны живые вещества а мы это все в основном вареная 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 и он от этого вареного становится такой термин есть атонический атонические запоры возникают из-за того что человек в основном употребляет вареную пищу лишенную биологически активных веществ и он уже признаете как как работник который должен работать а он настолько слабый он он себя еле носит так точно и с этим самым с кишечником нашим то есть все уже надоело слушать про кишечник про сердце про нервную систему лучше спеши или ответь на вопросы да ну ну смотрите если прекращаем так прекращаем вопросы так вопросы все я согласен я или не слышу что там говорите продолжаем то есть я стараюсь знаете как сейчас эту камеру настрою еще извините это а все на батарейка кончилась сейчас я поставлю и мы продолжаем что а вы так меня слышите я говорю а вы знаете побороть лень лень имеет конечно несколько причин одна из причин это слабость организма вот когда как говорится в основном питание используется вареная пища сидячий образ жизни и возникает апатия недостаток сил это один вид лень и то есть тут его что-то можно сделать путем того что вы меняете питание становится более такими подвижными подвижными и она уходит а другой вид лени это уже несколько сложнее как бы сказать на человеке могут совершенно уже другая область паразитироваться там какие-то тонко материальные существа которые забирают у него энергию это совсем другой вид лени человек вроде бы не хочет а вот и он может быть молодым быть а вот отцы то нет так это к примеру как мы продолжим про это про про связь да так вот употребляя проросшую пшеничку вы тем самым будете поставлять толстому кишечнику вообще организму это просто письмо